здравствуйте дорогие друзья я думаю уже многие люди видели рекламу в тик токе в одноклассниках в контакте просто в интернете по продаже меховых павловских жилетов а также они еще продают платья да и много еще чего они продают красиво оформленный сайт все просто замечательно скидки на товар даже написано какая-то фирма правда название не внушает доверие но она находится у нас в москве все просто замечательно потом у нас показаны жилетки можно выбрать цена 2000 то есть в наше время сейчас купить такую красоту за 2000 это просто шикарно я считаю все очень замечательно даже есть отзывы есть описание что у них очень классный стиль у них качественная ткань вообще качественно качество на высшем уровне то есть все просто замечательно и мы спускаемся вниз здесь мы видим комментарии отзывы людей что вот ксении понравилось веронике марии то есть все замечательно людям все нравится все классно и здесь у нас такая вот табличка где нам предлагают заказать написать имя написать телефон и заказать этот жилет но я вам хочу сказать сразу заранее что все это разводилово и кидалово чистой воды если вы мне не верите то смотрите дальше видео и сейчас вы увидите полностью весь список доказательств что этот сайт и другие подобные ему просто разводят и кидают людей на очень приличные суммы денег а ваши деньги улетают хрен пойми куда мои допустим ушли на турухтанные острова замечательно да смотрим и теперь начинается самое интересное после того как мы с вами сделали заказ нами созвонились подтвердили наш заказ мы ждем посылку и вот через две недели приходит нам вот это вот чудо мало того что там был город москва а посылка нам пришла с города пятигорска как можете наблюдать посылка онлайн все как положено при открытии мы с вами можем наблюдать бумагу вот такую вот специально для объема и вместо нашей жилетки здесь находится вот такая вот хрень джинсы так ладно бы это были новые джинсы это поношенные не стиранные джинсы чтобы вы понимали короче вот такая вот хрень самое интересное что дозвониться до этой компании или до этой фирмы совершенно невозможно у них на сайте не указано ни одного номера телефона а если вы собираетесь позвонить со своего номера на который вы делали заказ и на который вам пришла посылка вы заблокированы извините номер не существует или на про неправильно шар и вы слабы датоксист о юхо да далее смотрите чтобы им позвонить нужно создать заказ на новый номер телефона потому что на старый вы уже не можете создать заказ сейчас я вам покажу вот смотрите такой заказ уже создан это я создал на новый номер телефона специально заказ написал другое имя потому что на старый я не могу сделать заказ теперь мы ждем они нам должны перезвонить да я оставляла заявку на сайте девушка потому что с вами связаться невозможно две недели тому назад я делала заказ на ростовскую область поселок я получила посылку на почте оплатив две с половиной тысячи рублей но мне пришла бумага в посылке и старые поношенные джинсы объясните мне пожалуйста что это такое уточните пожалуйста номер с которого вы оформляли заказ ваш прошлый номер этот же был нет не этот просто связаться было невозможно с вами извините номер не существует или набран неправильно я вам указала второй свой номер я просто просто не вижу но у нас номер обратной связи работает вы мне скажите пожалуйста номер телефона ваш на который вы оформляли заказ хорошо хорошо пишите 8 у вас нигде на сайте не указан номер телефона по которому можно связаться рекламный сайт поэтому вы не можете связаться потому что эта связь идет с рекламным сайтом который рекламу размещает нам никакого отношения не имеет ну как это не имеет вы же сейчас со мной связались я же на этом рекламном сайте только что сделала заявку и вы мне перезвонили вы не кричите вы хотите чтобы я вам объяснила я вам пытаюсь это объяснить вы не понимаете вы говорите что на сайте есть номера по которым вы не можете нет на сайте нет номеров а что вы сейчас только что мне сказали я вам сказала что я не могла нигде найти ваш номер телефона билайновского номера с которого я сделала заказ я на номер ваш дозвониться не могу по которому вы подтвердили мой заказ потому что я так понимаю что вы меня уже забанили там чтоб я вам не звонила потому что мне пришло непонятно что в посылке. Девушка, или возвращайте мне деньги, пожалуйста, 2,5 тысячи рублей, или я пойду в прокуратуру, потому что вы уже не первые. Я сейчас просто смотрю по тому номеру, который вы мне сказали, продиктовали. Я просто не вижу вашего номера в базе данных. Ни того номера, ни вот этого, 6081. Ну как вы не видите? Потому что вы не у нас оформляли заказы. А у кого? Номер телефона. В компании много занимаются продажей. Да нет, подождите. Тот сайт, на котором вы оставляете заявку, послушайте, тот сайт, на котором вы оставляете заявку, это идет рекламный сайт. То есть это не официальный сайт компании конкретной. Там подключаются 2-3 компании в какой-то определенный промежуток времени. И когда вы оставляете заявку, в одной из компаний она приходит. То есть поэтому, когда вы первый раз оставляли заявку, вы попадали в ту компанию, в которую вы заказали, от которой вы получили, соответственно, заказ. Поэтому и номер телефона ваш, который вы мне продиктовали, я в базе данных нашей компании не вижу. Ну хорошо, связывайтесь с другой компанией, потому что сайт у вас один. И делая заявку с этого сайта... С сайта компаний друг к другу отношения никакого не имеют. Хорошо, почему у вас на три компании один рекламный сайт? Объясните тогда мне, пожалуйста. Потому что вы сами ответили себе на этот вопрос, потому что это рекламный сайт. Девушка, давайте... Рекламный сайт, но вы когда рекламу на дороге видите, когда проезжаете... Так, давайте без дороги. Девушка, давайте так, что мне теперь делать? Хорошо, я получила непонятно какую посылку, непонятно от кого получается, непонятно что. Я заплатила две с половиной тысячи рублей. Со мной связывались, я подтвердила заказ, номер заказа. Также мне обещали еще положить туда чек, что у меня есть скидка на следующий заказ. Я получаю непонятно что, вещи с помойки. И две с половиной тысячи рублей я заплатила куда? Объясните мне, каким мошенникам я заплатила эти деньги? Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, на котором был оформлен заказ, получателем кто был? Я передам вашу заявку в юридический отдел. Там попробуют решить, от какой компании вы получили посылку. То есть, ну, где-то это займет пару дней. Хорошо. Я хочу вам перезвонить. Как вас зовут, скажите мне, пожалуйста. Перезвонить компания для решения данной проблемы. Хорошо. Как вас зовут, чтобы я сказала, с каким оператором я разговаривала? Меня зовут Елена. Елена, хорошо. Раз вы говорите, что у вас несколько компаний, несколько, скажем, рекламный сайт один, а несколько у вас компаний, с какой компанией именно сейчас я разговариваю? Наша компания называется Гранд Комплекс. Гранд Комплекс? Гранд. Гранд Комплекс. Понятно. Вот с этого Гранд Комплекса мне посылка и пришла. Гранд Комплекс, с этого Гранд Комплекса мне посылка и пришла. У вас есть какой-нибудь... Скажите мне, пожалуйста. Трек номер мне продиктуйте. Какой? Послушайте, я смотрю по базе данных, трек номер посылки продиктуйте, я посмотрю, проверю. В гранд-комплексе вы получили посылку или нет? Да, хорошо, гранд-комплекс, смотрите, о-о-о, гранд-комплекс, сообщение. Пишите, 800, 940, 56, 70, 99, 38. Вот я в руках держу чек, где я платила. Да, да, вот у меня в руках чек. Вы мне скажите, какой у вас адрес? Давайте сравним адрес. Подождите, вы получили посылку от компании SmartInk. Я получила посылку от... Вы что мне сейчас говорите? Я получила посылку, смотрите, вот у меня передо мной лежит косовый чек. Куда я отправила деньги? Кому? О-о-о, гранд-комплекс, гранд-комплекс в кавычках. 233, 72. Ну, это, наверное... Просто вот я сейчас по отслежке вашу смотрю, вы можете даже сами пройти посмотреть на отслеживание почтового отдела. Ну, зачем я буду? Вот у меня лежит, вот у меня лежит. Я тоже вижу, я же смотрю, понимаете, вот, от кого была посылка. Я смотрю. Компания SmartInk. Я передам вашу заявку в юридический отдел, они попробуют разобраться с данной ситуацией. В течение пары дней вам перезвонят. Елена, скажите мне, пожалуйста. Я вам сейчас ничего не могу сказать, потому что я вижу совсем другую информацию, не ту, которую вы мне говорите, понимаете? Ну, как это? Передо мной лежит чек. А у вас есть... Хорошо, дайте мне, пожалуйста, адрес электронной почты, куда я направлю вам вот это платежное поручение, вот этот кассовый чек. Потом вот это уведомление, которое написано на коробке было. Давайте я отправлю. Я нафотографирую и отправлю. Я хочу его отправлять, я же вам объясняю, что... Я вам объясняю, что вам перезвонят и передам вашу заявку в юридический отдел. Хорошо, ладно. Все, набросила трубку. Я думаю, вы прекрасно слышали, что говорят нам и объясняют всякую вообще ерунду, и в конце просто бросили трубку. Вы прекрасно видите, что на посылке у нас ООО Гранд Комплекс, откуда была отправлена посылка с этими поношенными джинсами, она у нас отправлена с проспекта Кирова, города Пятигорска, Ставропольский край. То есть тут все понятно, а на сайте там у нас вообще Москва. Я думаю, вы прекрасно теперь поняли, что это мошенники и просто, знаете, тут кроме матов другого ничего сказать и нельзя. Поэтому, дорогие люди, не ведитесь на всякие вот эти вот сайты разукрашенные, красивые и никогда в жизни больше ничего вот так вот не заказывать, иначе потеряете, как и мы, 2500 рублей. Всем добра, удачи и пока.